Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обратимся к творчеству современной писательницы Натальи Милёхиной. Талина Михайловна родилась в 1079 году в Вологодской области. В 2001 она окончила филологический факультет Вологодского педуниверситета, а в 2011 начала писать прозу. За годы своего творчества Милёхина издала несколько сборников, среди которых «Медведь с оплатой на ухе», «Железные люди», «Дорогие вещи», а также по заявкам сельчан. К одному из произведений автора мы сейчас обратимся. Это рассказ под названием «Сердце без лапок». Главная героиня рассказывает истории жизни своих родителей. Какие эпизоды ей больше всего запомнились? Давайте узнаем. Итак, Наталья Милёхина «Сердце без лапок». Когда для перечисления твоих собственных лет хватает пальцев одной руки, события, случившиеся лет за 10 до твоего рождения, кажутся столь же древними, как сказочное давным-давно в некотором царстве. И так давным-давно, но вовсе не в 39-м царстве, в отдалённой Вологодской деревне жили-были мои молодые родители. Оба не царского, а чистокровного крестьянского происхождения. Хотя, глядя на фотографии мамы в юности, в это трудно поверить. Внешне она напоминала принцессу Одри Хёбден из «Кримских каникул», но с местным колоритом, такая же стройная, как былинка, с глазами оленёнка, только одетая не от кутюр, а из персонала райпо. Родители только-только поженились и стали жить в деревушке, которая даже сказочному, непривереднему, лешему, показалась бы слишком деревушечной. Но поскольку мама всё-таки была почти что принцесса, в неё при дворе, впрочем, не царском, а скотном, появился собственный безмолвный рыцарь. Маму влюбился местный немой дурачок Лёнька, единственный сын бабки Густи. Лёнька в те эпические времена тоже был молод и, как ни странно, красив. Лёгкая умственная отсталость не отразилась в него внешности, разве что глаза оставались не по возрасту наимными. А в остальном, чем тебе не Иванушка из сказки? Высокий, пладный, на лицо приятный. И волосы у Лёньки велись, пускай и не русые, а каштановые. Папка Густия боялась, что после её смерти Лёньку заберут в приют для душевнобольных. Их там на улицу не пускают, в еду лекарства ложат. Как в тюрьме держат, сокрушалась она, и копила для сына преданное. Хотела завещать деньги своему племяннику Валере, чтобы тот позаботился о Лёньке, когда её не станет. Некоторые доброходы бабку Густию отговаривали. Мол, пропадут твои труды прахом, заберёт Валера денежки, а Лёньку всё равно сдаст дурдом. Бабка Густия при таких разговорах молчала, поджав губы. Она никого не слушала, вкладывала каждую копеечку на сберкнижку, даже сахар и чай не покупала, не тратилась на одежду, до нашего обноски, который ей отдавали соседи. Лёнька тоже щеголял, чем Бог пошлёт. Так вот, папа маму к рыцаре Лёньке не виновал. Во-первых, обижать убогого и безобидного человека – большой грех. А во-вторых, для мне души отец считал ущербным всех мужчин, умудрявшихся жить рядом с моей мамой и не влюбляться в неё. Так что, согласно этой логике, Лёнька был нормальный парень, только немой и плохо одетый. Безмолный воин делал даме сердце подарки и совершал во имя неё подвиги. Он то приносил и вставлял на крыльце нашей избы букет ромашек, то помогал в самом тяжком труде. Например, однажды, при том самом дворе, где мама работала бригадиром, сомался водопровод. Устранить поломку у слесаря не получалось целые сутки. Пятьсот рогатых, хвостатых, мучаясь от жажды, а мама от жалости к ним. Самой неприхотливой корове нужно не менее ветра воды после каждого кормления. И доярки зарабатывали себе над саду, таская воду из пруда. Ради мамы Лёнька спас и баловоник, и бурёнок. Пусть парень не мог похвастаться силой ума, у него были крепкие руки. Он носил воду и день, и ночь, пока весь скот не напился досыта. После этого подвига рыцарь рухнул без сил и почти сутки спал прямо в раздевалке для доярок и скотников. За подвиг водоноса мама выхлопотала для него небольшую премию от кахоза. Эти деньги бабка Густя, конечно же, положила на сберкнижку. А однажды бессловесный рыцарь подарил маме крошечного щенка-дворняги. Назвали собачонку Пунька. Шло время, а пёсик всё не рос и не рос, по-прежнему целиком помещаясь на папиной ладони. Размер малыша оказался декоративный, а характер боевой. Пунька отважно бросался на любого человека, зверя или птицу, если считал, что хозяевам угрожает опасность. Малыш виртуозно владел искусством психической атаки. Невидно, малый рост пёсика и его везливый лай приводили в ужас неприятия, не тогда не видавших таких воинов-невеличиков. Вдобавок, Пунька снискал себе славу живого охотничьего амулета. Любой поход за зверем или птицей становился удачным, если папа брал пёсика с собой в лес. Пунька умел распутывать следы белок и куниц, пыхтел, упирался и вытаскивал из воды убитых уток. У Лёнькиного подарка был только один недостаток. В высокой траве он совершенно терялся. Однажды на синокосе малыша не заметили в густой оттаве и косой отхватили ему все лапки. Горе моих родителей не было предела. Они выходили в Пуньку, бегать сам Крохотулька теперь не мог, только кое-как ползал на лапках-кутяпках. И тогда мама и папа стали по очереди носить пёсика в кармане. Отец по-прежнему брал с собой Пуньку на охоту, и малыш, как и раньше, неизменно приносил удачи. Он не утратил способности плавать, и был благодарен, когда его отпускали в пруд с оповерженной кряквой или черком. В воде Пунька не чувствовал своего увечья. Он прожил долгий собачий век в любви и заботе и скончался овейной славой, поскольку посмотреть на чудо охотника без лапок приходили люди со всех окрестных деревень. После смерти, как и положено герою, малыш переселился в семейные предания вместе с ним Лёнькой. Когда бабка Густя ушла в мир иной, её племянник оформил опеку над безмолвным рыцарем и получил наследство. Наперекор злым языкам Валера, словно отместку сплетникам, изводившим его долгие годы, сдержал клятву перед тёткой. Не стал двоярного брата сдавать дурдом, а увёз его к себе в Волок. Говорят, что без словесного воина даже устроили спортивную секцию для психически больных людей, и он стал чемпионом. Не то по бегу, как киношный Форест Гамп, не то по прыжкам в длину. Но в разлуке сразу с тремя любимыми, родиной, матерью и дамой сердца, немой рыцарь прожил недолго. Он так сильно тосковал в заколдованном замке многоэтажки, что эта тоска, как ржавчина наспехи, сожрала дни его жизни. Придёт время, и я обязательно расскажу эту историю внукам. Пусть они помнят про Лёньку, Пуньку и бабку Густю. Пусть, как и я, задаются вопросы. Пунька, мой Пунька, сердце в кармане, немое, без лапок. Можно ли сделать дар любимым дороже, чем слово? Дар прекраснее, чем ты. Вот такой трогательный, светлый рассказ Натальи Милёхиной мы с вами прочитали. В Старальной городской библиотеке имени Ломоносова есть и другие произведения вологодских авторов. Приходите, пожалуйста, к нам в библиотеку, читайте хорошие книги. Спасибо большое за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok